Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка. С 31 стиха 13 главы по 2 стих 14 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником, небо и земля предет, словеса же моя не предут. А дни же том или очесе никто же весть, ни ангели и же суть на небесех, ни сын, токмо отец. Блюдите, бдите и молитесье. Не весть его, когда время будет. Яко же человек, отходя, оставль дом свой, и дав рабом своим власть, и кому ж да дело свое, и вратарю повеледа бдит. Бдите, убо, не весть его, когда Господь дома прийдет, вечер или полуночи, или в петлоглашение, или утро. Да не пришед внезапу, а брящет вы спяще. А я же вам глаголю, всем глаголю бдите. Беже Пасха и опресноться по двою днию, и искаху архиереи книжницы, како его лестью емше убьют. Глаголах уже, но не в праздник. Еда како, молва будет людска. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь своим ученикам. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. О дне том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Данный евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, передает нам слова Спасителя о Его Втором пришествии в мир. «Эти слова есть не что иное, как призыв быть всегда готовыми к встрече со Христом». «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Господь, пророчествуя в Своем Втором пришествии, произносит слова, которые для многих богословов были непонятны или стали соблазном, как, впрочем, и поныне смущают многих. Эти слова находятся в начале сегодняшнего отрывка. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Неужели Спаситель, будучи Бога человеком, не знает времени своего пришествия на землю? Святитель Амвросий Медиаланский в Пятой книге о вере, не находя возможности сопоставить это выражение с понятием о божественности Христа, полагал, что это выражение вставлено в текст Евангелия от Марка Арианами, чтобы показать православным, что Христос не Бог. Но такое предположение нельзя принять уже потому, что отцы церкви, боровшиеся с Арианами, несомненно обличили бы их в этом искажении евангельского текста. Другие отцы церкви, такие как завитители Григорий Богослов, Афанасьй Великий и Кирилл Александрийский, не прибегая к таким опасным предположениям, старались объяснить это загадочное выражение тем, что Христос приписывал незнание себе по своей человеческой природе. Но с этим толкованием нельзя согласиться, потому что его авторы разделяют богочеловеческую природу Христа. Тогда как по Оросу IV Вселенского Собора мы исповедуем Христа, Сына, Господа Единородного во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Попытку объяснить эти слова Христа мы находим и у Бориса Ильича Гладкова, который пишет, «Если предположить, что день и час кончины нашего земного мира, а следовательно и начало Страшного Суда, еще не назначены, и что назначение их зависит от воли Отца Небесного, то тогда станет понятным, что о дне том, нечасьем, никто не знает. Ни Ангелы Небесные, ни Сын, но только Отец, от воли Которого зависит назначение их, день и час еще не назначены Отцом, а потому никто не знает их, даже Сын». Но и на это мнение стоит возразить, поскольку оно противоречит общехристианскому учению, по которому Бог обладает таким свойством, как Всеведение. В своем труде эсхатологическая беседа Христа Спасителя профессор Московской Духовной Академии протеерей Сергей Савинский, следуя мнению великого учителя церкви, святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима, Августина, Феофилакта и других церковных писателей, понимает это незнание сыном дня и часа второго пришествия своего не как слабость неведения, а как воспитательное средство мудрого педагога. По словам указанных выше отцов церкви, Сын знает, но не имеет поручения, как посланный Отцом Мессия, открывать людям время конца мира. Хотя слова Христа о Его Втором пришествии были сказаны апостолам, Господь обратил их ко всем Его последователям. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Как отмечает блаженный Феофилакт, и так мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметьте то, что Христос теперь не сказал, «Я не знаю, когда наступит кое время кончины», но не знаете, ибо ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины. Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы в худшее состояние». Таким образом, дорогие братья и сестры, Христос сегодняшними словами научает каждого из нас быть на страже своей жизни, не ища ответы на вопросы, которые сам Бог положил в своих владениях, и главное – пребывать в духовном бодрствовании. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok